Иногда от людей, которые приходят на консультацию к психологу, можно услышать магические фразы. Например, «Ой, все так плохо, плохо, плохо!» «Ой, у меня ничего не получается, не получается, не получается!» И именно так вот, повторяя, 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 какое-то слово, которое становится в момент повторения магическим. По этому поводу мне вспомнилась сказка «О царевне не смеяне». Помните, ее все хотели рассмешить, все хотели развеселить, но она упорно не поддавалась ни под чьё влияние. Почему? Потому что она сама себя заколдовывала. Ведь вспомним, где наше внимание, там наша сила и там наша энергия. Что мы делаем, когда мы начинаем повторять ту или иную фразу? Если мы повторяем плохо, 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 то мы, получается, сами себя заколдовываем в это состояние. Однозначно нельзя сказать, что если мы начнем повторять все хорошо, 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 станет все хорошо. Нужно, конечно же, разбираться с той ситуацией, которая с вами происходит в данный момент. Но для того, чтобы хотя бы сделать первый шаг и уйти из-под магического влияния слов, например, «плохо» или «не получается», нужно переместить свое внимание в другую позицию. Нужно переместить свое внимание и свою силу туда, где все-таки вы способны уже делать что-то с той ситуацией, которая с вами происходит. Поэтому, собственно говоря, сами себя мы с вами заколдовываем, сами себя мы не можем расколдовать. Начните наблюдать за теми фразами, которые вы часто употребляете. Начните замечать, какие слова вы повторяете вот так вот во множественном числе. Например, как вот эта фраза, да? «Ой, у меня ничего не получается, не получается, не получается». «Ой, все плохо, плохо, плохо». Отследите эти фразы и начните их замещать другими, которые помогут вам себя расколдовать. Ну а когда вы уже себя расколдуете, когда та самая царевна несмеяна из состояния несмеяния переходит в смеяние, начинает смеяться, тогда ей уже проще решать те ситуации, в которых она пребывает.